Северсталь начала последнюю в сезоне серию домашних матчей чемпионата ГХЛ поединком против Челябинского трактора. Череповщане статовали уверенно. К экватору первого периода Сергей Монахов успел оформить голевой дубль. Причем оба раза негабаритный форвард успешно действовал в самой горячей точке, на пятачке перед воротами. Тем самым Сергей повторил свой личный рекорд результативности за сезон и подтвердил обоснованность перевода в первое звено. Мне стали больше доверять и больше давать игрового времени. Я, конечно, думаю, что с этим тоже это связано. Но еще у меня появились очень хорошие партнеры, которые помогают мне набирать очки, забивать голы. И мы все равно стараемся в команде об этом не думать, прежде всего, а играем на команду. Еще до первого перерыва гости один гол отыграли, использовав численное преимущество после мощного броска защитника. Во втором периоде уже череповецкий игрок обороны Илья Хохлов, подключившись к атаке, восстановил преимущество череповчан, бросив почти с нулевого угла. А затем Северсталь забила свой первый в сезоне гол в численном меньшинстве. Автором заброшенной шайбы стал Александр Питунин, два гола которого в предыдущем матче с трактором отменили арбитры. На этот раз повода для споров не было. В третьем периоде гости смогли забить один гол, сократив свое отставание, но не более того. 4-2, Северсталь обыгрывает трактор второй раз за неделю. Была быстрая игра, соперник очень активно начал. Где-то мы опаздывали. К сожалению, пропустили два быстрых гола. Опять же, тут были индивидуальные ошибки, которые проявили голам. Мне кажется, немножко нелогичная игра получилась. Хорошо начали, да, согласен. Но вторую половину первого периода и второй период, скажем так, неважно, сыграли, но выиграли. Третьим периодом очень доволен, сыграли по заданию, но проиграли команду с победой. Следующий матч Северсталь проведет в Череповце 20 февраля против Рижского «Динамо». Прямую трансляцию матча смотрите на нашем канале. Владимир Сентябрёв, Сергей Павлов. Новости.